Герой нашего времени. Нет, речь идёт не о персонаже из произведения Лермонтова, а о вполне реальном человеке, жителе из Славинска-на-Кубани. Хотя сам парень свой поступок геройским не считает. Он уверен, любой на его месте сделал бы то же самое. Приехав в родной город к родителям погостить, Дима Микшун успел снискать славу на всю округу. С виду худенький, невысокого роста парень, рискуя своей жизнью, задержал и обезвредил вооружённого грабителя. Ехал я домой и увидел, как девушка кричит. Мне обратился сначала внимания, потом увидел, как парень пробежал мимо машины. И девушка уже подошла ко мне и говорит, помогите. Забрали цепочку. Мужчина напал на девушку средь бела дня. Угрожая ножом, сорвал золотое украшение и попытался скрыться с похищенным имуществом. Но не тут-то было. На пути злоумышленника появился Дмитрий. Потомственный казак. Смелость и хорошая спортивная подготовка. Помогли без труда одолеть преступника. Задержав мужчину, Дмитрий дождался приезда полиции. Чего бояться-то? Не знаю как-то. Не подумал об этом ещё. Это поступок не геройский, а просто помощь человеку, которого не оставил в беде. Папа Дима Сергей Микшун состоит в Славянском районном казачьем обществе. Он тоже не считает поступок сына подвигом. Говорит, Дмитрий, как настоящий казак. По-другому поступить не мог. Любой казак – это твоя земля, твоя родина, и ты должен её защищать. Это не считается героизмом. Я не считаю это героизмом. Это нормальный поступок. Сын родился здесь, в Славянске, на Кубани. Воспитывал его в духе патриотизма, в казачьем духе. Старался приучить его к нашей православной церкви. За оказание помощи полиции Дмитрий Микшун получил благодарственное письмо лично от начальника отдела МВД по Славянскому району Ивана Мороза. Ну а сам наш скромный герой готовится идти в армию, мечтает стать десантником, чтобы служить Родине и защищать родную землю. Алена Лавринова, Александр Косицын, программа «События».